Действительно, я считаю, что достаточно много всего нового. С другой стороны, если любой специалист откроет последнюю версию, гайдлайнс Европейской ассоциации урологов, разделка, которая посвящена и скринингу ракопростаты, и ранней диагностике ракопрестатной железы, по большому счёту в этом разделе, в этом году ничего нового не появилось. Все те же самые рекомендации как были, так и есть. О том, что если мы всё-таки взяли пациента ПСА, он повышен, давайте возьмём второй раз ПСА, убедимся, что он повышен. Если два раза ПСА повышен, давайте используем или биомаркёр, или калькулятор риска, или метод визуализации для того, чтобы понять, что делать дальше. Это известные нам рекомендации. И вот в гайдлайнс в этом году они не являются принципиально новыми. Вместе с тем мы понимаем, что чем больше времени проходит после опубликования результатов вот этих вот исследований, которые мы тоже хорошо знаем по скринингу ракопростаты и ИРСПСИ, и ПЛСО, наступает, я считаю, что более лучшее понимание вопроса, более глубокое понимание вопроса. И на основании протокола ИРСПСИ, который использовал одинаковый подход к большой группе разнородных, я это подчеркну, пациентов, одинаковый подход, но разнородные пациенты. Мы знаем на основании этого протокола, что скрининг ракопростаты снижает смертность атакы предстательной железы. Мы знаем, что проведение однократного скрининга не является достаточным. Вместе с тем начало скрининга в пожилом возрасте приносит больше вреда, чем пользы. Вы тут же спросите, а какой возраст для прекращения скрининга? Ответа на этот вопрос нет. Сейчас тоже об этом будем говорить. Мы помним про преимущества и недостатки скрининга ракопростатной железы, особенно на фоне увеличения продолжительности жизни пациента во многих странах. Мы знаем, что универсальный подход, когда всех под одну гребенку, нам не подходит, потому что в такой ситуации мы делаем очень много ненужных исследований, вызывая волнение и собственные, и пациентов, и членов семей пациентов. И, конечно, гипердиагностика остается серьезной проблемой, которую лучше избежать, потому что на сегодняшний день активное наблюдение, которое мы используем все чаще и чаще, не является способом разрешения вот этой вот проблемы гипердиагностики, потому что жизнь с диагнозом ракопростаты для многих наших пациентов неприемлема. Возвращаясь к вопросу о возрасте, когда скрининг прекратить, мы понимаем, что мы должны как-то оценить ожидаемую продолжительность жизни пациента, оценить коморбидный статус, и кроме шкалы ЭКОК, которую мы используем с вами очень широко, есть масса других инструментов. Какой из них оптимальный? Я не знаю. У меня ответа на этот вопрос нет. И есть очень большой раздел и в европейских клинических рекомендациях, и в других, который отдельно описывает взаимодействие с коморбидными пациентами, с пожилыми пациентами. И вот такого простого универсального инструмента для оценки состояния пациента, его действительно не существует на сегодняшний день. Поэтому часто бывает так, что пациенты пишут электронные письма в клинику, звонят в клинику и присылают документы в клинику, просят дать какую-то дистанционную рекомендацию. И несмотря на то, что присылают пациенты массу документов, бывают ситуации, когда мы говорим, вы знаете, мы всё прочитали, и никакие дополнительные обследования не нужны, но вы должны к нам приехать, извините, пожалуйста, мы должны на вас посмотреть. Да, я не говорю про пальцевое ректальное исследование, я говорю про то, как человек выглядит, как он заходит, как он встаёт, как он реагирует на вопросы. Это всё что-то немножечко осталось у нас из области такого искусства медицины и то, что выходит за рамки калькуляторов. Мы прекрасно понимаем, что на этом пути к ранней диагностике и к клинингу мы ушли от так называемого исторического подхода, когда повышение ПСА приводило к системной биопсии. Мы пришли к подходу, который использует биомаркёр, а вслед за ним МРТ, или к подходу, когда мы делаем сразу МРТ, а потом делаем только таргетную биопсию, и где-то вот между этими подходами есть подход, когда нет биомаркёра, а есть сразу какой-то метод визуализации, или когда исследуются другие новые биомаркёры, а вслед за ним идёт метод визуализации. Это всё остаётся предметом активного изучения. Что Европейская ассоциация урологов предложила алгоритм? Алгоритм очень хороший, правильный, мне этот алгоритм очень нравится, и он во многих странах используется, и он, если можно так сказать, он почти идеальный. С другой стороны, если кто-то меня спросит, вот Александр Викторович, а вот пациент 50 лет, пациент 50 лет, ПСА от 1 до 3 нанограмм на миллилитр, написано, что если такой ПСА, то можно повторить скрининг через 2-4 года. А что, пациенту 50 лет, ПСА 2,9, вы что, его на 2 года отпустите? Нет, я его не отпущу. Я считаю, что 50 лет, ПСА 2,9 слишком большой. Это тут же сразу вне скрининга. Да, где пальцевое ректальное исследование на этапе определения ПСА? Это никак не оговаривается. Что, если пациент сдал анализ на мутацию BRCA? Это что, здесь учитывается? Не учитывается. Поэтому очень много факторов, которые в этот алгоритм включить трудно и, наверное, невозможно на сегодняшний день. Мы помним, что мы эту ситуацию со скринингом и санит-диагностикой обсуждаем в ситуации, когда мы знаем 15-летние результаты исследования PROTECT, в котором более полутора тысяч пациентов с локализованным раком предстательной железы, одна треть из которых были пациентами промежуточного и высокого риска, перенесли или радикальную ипостатоктомию, или это были пациенты, которым проводилась лучевая терапия, или это пациенты, которые наблюдались. И в трёх группах пациентов через 15 лет наблюдения не было различий в смертности от рака предстательной железы. То есть неважно оказалось, делать пациенту операцию или за пациентом наблюдать. И не различались также показатели общей смертности. Это к вопросу ранедиагностики и скрининги. Мы знаем, что в группе наблюдения чаще наблюдались метастазы рака предстательной железы, чаще проводилась андроген-депривационная терапия, чаще имелась клиническая прогрессия, но вот этот вот срок, 15 лет, получается, что разницы не было. И когда на последнем конгрессе ИИЮ идеолог этого исследования, Фредди Хэмди, комментировал эти результаты и задавал вопрос, что вот, ну а как в 2024 году? Что мы думаем, что аскринингопостаты больше вреда, чем пользы на сегодняшний день? Он отвечал на этот вопрос, да, больше вреда в том случае, если мы всячески способствуем гипердиагностике и избыточному лечению, больше вреда, если мы не обсуждаем с пациентами и сами с собой последствия установки диагноза при оценке результатов скрининга, если мы говорим только про выявляемость, только про стадию заболевания и не думаем, что следует за этой установкой диагноза в жизни пациента. Да, если мы не улучшим определение клинически значимого рака предстательной железы, и ответ будет нет в том случае, если мы будем проводить скрининг, продолжать скрининг и лечение рака предстательной железы в рамках контролируемых исследований, которые имеют рабочую гипотезу, тестируют комбинации маркеров, методы визуализации и так далее и тому подобное. А мы ведь помним с вами, что более 10 лет назад в Америке, где скрининг проводился наиболее часто и наиболее активно, и было максимальное количество алкализованных форм рака предстательной железы, американский регуляторный орган USPSTF выпустил рекомендацию о том, что хватит определять ПСА, это вредно, слишком большая гипердиагностика, была большая научная дискуссия об этом. К чему это привело? Пожалуйста, статья январь-февраль 2024 года, статья из клиники Пателя и соавторов, и я обращаю ваше внимание, что статья написана в тот момент, когда большинство специалистов, выполняющих радикальную постатоктомию, отмечает увеличение числа случаев рака предстательной железы, высокого риска, которые идут на операцию местно распространенного рака предстательной железы. Это в ту эпоху происходит, когда мы чаще применяем активное наблюдение. Что произошло? Это опубликованные данные. С 2008 по 2021 год в одной клинике руками практически одного специалиста более 11 тысяч пациентов, перенесших робот-ассистированную радикальную постатоктомию, и пациенты разбиты на два периода. С 2008 по 2012, когда скрининг с ПСА был, и с 2013 по 2021, когда как-то вот этот скрининг уменьшился и во многих местах прекратился в США. Онкологические результаты, посмотрите, за второй период, когда против скрининга, авторы отметили значительный прирост агрессивного рака предстательной железы, сумма глисона 7 или выше со стадии ПТ-3 и выше, больше позитивный хирургический край, более высокая патологическая стадия, и, что тоже важно, худшие функциональные результаты операции, хуже удержание мочи, хуже сохранение эректильной функции. Почему? Потому что больше агрессивного рака, более широкие, более масштабные операции. Поэтому, конечно, показатели достижения 3-фекта, еще раз обращаю внимание, в руках ВИПа-потеля, стали гораздо хуже, чем они были, когда, в принципе, эти показатели, критерии оценки изобретались. И исследователи в данной работе, делая выводы именно по этому исследованию, обращают внимание читателей на то, что рекомендация против использования ПСА при скинге рака предстательной железы изменила предоперационные характеристики пациентов в худшую, в такую более агрессивную сторону. И мы понимаем с вами, что схожее влияние на вот эту ситуацию послеоперационную могут оказывать и неправильное внедрение активного наблюдения, и смена подходов к диагностике. Поэтому, конечно, мы должны адаптировать нашу хирургическую технику к меняющейся реальности, помня о том, что следует всячески стараться гипердиагностики избегать. Что в отношении интеграции МРТ в скейнинг рака предстательной железы? Потому что об этом говорится в названии доклада, предложенного научным комитетом и научными организаторами сегодняшнего мероприятия. Мы знаем, согласно опубликованным данным, что английский аудит 2019 года показал, что МРТ провезено только у 62% пациентов, которым это МРТ было показано. Эрик Баре, известный французский уролог из Парижа, в персональном разговоре со мной, сказал, что, по его данным, среди французских пациентов МРТ выполняется в лучшем случае у половины больных. Остальные пациенты или без МРТ, или это МРТ ненадлежащего качества. Мой аспирант доктор Ким защитил кандидатскую диссертацию, на которой профессор Матвеев был оппонентом. Это было совсем недавно, две недели назад. И представил данные, согласно которым только 22% российских пациентов выполняют МРТ малого таза с контрастированием, описанием по шкале операций, перед биопсией простаты. Ужасная цифра. Две недели назад ко мне приехал на консультацию в Боткинскую больницу пациент из Канады. Я его спрашиваю, а что с вами происходит? Не слишком ли далекий путь вы проделали, чтобы приехать на консультацию? Он говорит о том, что, вы знаете, у меня ПСА-18. Вот впервые я сдал ПСА, подтвержденный ПСА. Мне сказали, что надо будет делать биопсию простаты, и назначили МРТ. Очередь на МРТ, говорит, в Канаде 8 месяцев. Я, говорит, состоит на человек, я могу заплатить, но если я заплачу, мне быстрее в Канаде МРТ не сделают. Вот реальная история с моим пациентом две недели назад. Ну, сделал МРТ и биопсию простаты в Боткинской больнице. Опять же, как бы не смешно это ни звучало с точки зрения преодоленного пути пациента. Что такое бипараметрическое МРТ? Бипараметрическое МРТ – это исследование, когда мы опускаем последнюю фазу исследования, когда используется динамическое контрастирование, потому что появились достаточно давно, уже лет 7-8 назад, предложения упростить и сократить протокол МРТ для диагностики ракопрестатной железы. И эти предложения были основаны на том, что это будет дешевле, это будет быстрее, это не требует непосредственно присутствия врача вот сразу, когда оцениваются результаты исследований, и вроде бы результаты могут быть не хуже. И таких публикаций в последние годы было достаточно много. Если показать вам клинический пример, что это за пациент, то, пожалуйста, больной 58 лет, ПСА 6,4, вот такой вот участок описан по данному МРТ. Если правую картинку, которая основана на контрастировании, ее убрать, то, по большому счету, оценка ситуации у этого пациента не изменится, и оценка по операции не изменится, и, в общем, точно так же этому пациенту можно будет выполнить прицельную биопсию предстательной железы. Да, почему как-то эта дискуссия шла, но не было заключения? Потому что пациентов было мало, исследования в основном представлены были моноцентровые, ретроспективные. Многие специалисты, которые трактовали результаты биопараметрического МРТ, имели как бы неослепленные исследования, то есть они видели картинку с контрастированием, биопсии, либо только на основании данных МРТ. Тем интереснее нам было в 2024 году на конгрессе ИЭЮ увидеть результаты исследования Прайм, и в это исследование было включено 500 пациентов из 22 центров, и пациентам выполнялось полноценное МРТ с введением контрастного вещества, однако затем радиолог вслепую оценивал результаты без контрастного вещества, и только потом уже имея все данные с контрастным веществом. Пациенты разделялись на группы, и в зависимости от оценки степени риска или биопсия выполнялась или не выполнялась, что самое важное, проводился централизованный контроль качества исследования МРТ по шкале ПИКВАЛ, и 70% исследований МРТ в разных центрах были очень хорошего качества, получив наибольшую оценку. Какие были основные выводы исследования? Основные выводы говорили нам о том, что при использовании бипараметрической магнитноизационной томографии отсутствует различие выявляемости клинически значимого и незначимого рака предстательной железы, если мы используем бипараметрическую методику, то это не приводит к росту числа выполняемых биопсий, практически нет различий в специфичности исследования в частоте ложноположительных результатов, и имеются минимальные различия в аспекте выбора тактики лечения и планирования лечения. Поэтому авторы сделали вывод о том, что бипараметрическая МРТ должна стать новым стандартом диагностики рака предстательной железы и по аспекту доступности, и по соотношению цена-качество. Обращаю ваше внимание, это пациенты с подозрением на рак простаты. То есть это не ситуация со скринингом рака предстательной железы, но на мой взгляд всё к этому идёт, что МРТ будет применяться вот на этапе, может быть, если не скрининга, то на границе скрининга и ранней диагностики, которые, как мы с вами понимаем, находятся очень-очень близко. В заключение ещё раз отмечу, что на сегодняшний день мы не готовы с вами говорить про такой вот популяционный скрининг рака предстательной железы, и урология не находится в состоянии, когда мы можем это предложить всем пациентам. Вместе с тем, ранняя диагностика, основанная на персонализированной оценке различных рисков и комбинации ПСА, биомаркёр, калькулятор риска или МРТ, или иной метод визуализации и прицельной биопсии, это вот тот путь, по которому мы все идём. Мы понимаем, что оптимальный алгоритм зависит от эпидемиологии рака простаты в конкретной стране и от возможности системы здравоохранения, поэтому универсального подходящего всем подхода его нет. Конечно, продолжаются исследования разные, позволяющие оптимизировать программы скрининга и ранней диагностики, и это при том, что в сегодняшнем докладе я не говорил ни про ПЭЦ по СМА, ни про генетические маркёры, просто, опять же, с учётом времени, которое отведено на выступление. И, конечно, нельзя забывать про роли искусственного интеллекта, потому что это тоже придёт, и будут системы, которые будут позволять нам принимать решения в данном контексте. Спасибо за внимание. Александр Ильич, всё-таки биомаркёры и каликрины, и генетические маркёры, что Вы видите в будущем, какие наиболее перспективные биомаркёры уже исследуются в качестве скрининга рака предстоятельной железы? Ну вот, опять же, Сергей Владимирович, таких маркёров, которые могут быть рекомендованы всем пациентам, но, по большому счёту, в клинической практике нет. У нас много лет был достаточно большой энтузиазм в отношении показателей индекса здоровья простаты и анализа на ПСИ-3, и мы продолжаем использовать эти биомаркёры в нашей клинической практике, но, опять же, почему-то, мне сложно сказать почему, во многих центрах в мире и во многих странах в мире, где эти маркёры доступны, они не применяются, потому что специалисты считают, что так, по большому счёту, они ничего особенного не добавляют в аспекте принятия решения. Нам очень интересна ситуация с мутациями генов BRCA, но, конечно, это не тот ген, который мы должны предложить исследовать всем пациентам, даже если пациенты находятся в возрасте скрининга рака предстоятельной железы, а всё чаще приходят мужчины молодые, которые ещё и ПСА не сдавали, но где-то прочитали про мутации BRCA, сдали мутацию, значит, приходят и спрашивают, что делать, и это вопрос для нас с вами непростой, вопрос для больших научных исследований. Александр Викторович, скажите, пожалуйста, по последним клиническим рекомендациям всё-таки есть какие-то ограничения по возрасту для диагностики ракопростаты? Если говорить, например, про российские, московские рекомендации, то нет. И это является такой проблемой организационно-административной, поэтому мы, обсуждая это с коллегами, всегда призываем специалистов принимать разумное медицинское решение, потому что многие специалисты на местах, назначая тест на ПСА и биопсию простаты пациенту в 85-88, в 90 лет, говорят о том, что если они отклонятся от подобного алгоритма, а то их могут наказать организаторы системы здравоохранения, да, реальные случаи, когда уролог мог бы быть за это как-то кем-то наказан, мы практически не встречаем. Крайне редкая ситуация и необоснованный страх. А в европейских рекомендациях? Нет цифры. Цифры нет, да? Да. Нас призывают учитывать биологический возраст пациента и коморбидный статус, но цифры универсальные не подходят. Просто одно время была такая рекомендация международная, что после 75 лет, ну, биопсию… Не определять ПСА. Да, ПСА не определять и биопсию, в общем-то, у пациентов не брать уже. Если нет жалоб. Если нет жалоб, да, у пациентов. Ну, здесь, опять же, в алгоритме, который мы с вами смотрели, говорится о том, что если в 70 лет ПСА меньше единицы, то уже и в 70 лет дальше ПСА брать не нужно. Да, я считаю, что эта рекомендация для всех мужчин не подходит. Это индивидуальное решение остаётся, хотя алгоритм иметь мечтаем. С другой стороны, самые агрессивные раки предстательной железы имеют очень низкий ПСА. Поэтому ПСА, к сожалению, не удовлетворяет нас. Полностью согласен, нечего возразить. Коллеги, ещё вопрос. Александр Викторович, позвольте вопрос. Я так понимаю, что на сегодняшний день роль ультразвукового исследования, она стала минимальной в диагностике рака предстательной железы? Ультразвукового исследования, как такового, она действительно невелика. С другой стороны, ну, если посмотреть на российские данные, 22% пациентов МРТ перед биопсией. Ну, а что используют с остальным пациентом? Различные ультразвуковые методики. И там кто-то делает эластографию, значит, сдвиговую волну, гистосканирование. Масса всего. То есть я считаю, что если МРТ невозможно сделать вообще, или МРТ невозможно сделать быстро, или если большая очередь, то, конечно, какая-то ультразвуковая методика, которая позволяет увидеть какую-то цель, какой-то таргетный участок, она всегда лучше, чем без неё. Ну, вот, знаете, вот так как у вас в теме сообщения стоит МРТ, мне бы хотелось вот лично ваше мнение услышать о разнице полутора и трёх-тесловом МРТ, потому что, ну, этот вопрос часто дискутируется, и мнение, оно совершенно различно, да, как радикально, что только три Тесла и ничего другого, так и никакой разницы. Как вы считаете, есть ли всё-таки разница для наших пациентов, выполнять им МРТ на трёх-тесловом аппарате или полутора-тесловом? Если МРТ сделано, ну, как бы технически правильно с соблюдением алгоритма и результаты МРТ оценивает врач, который имеет высокую квалификацию, то полутора-теслового МРТ достаточно. Об этом говорится во многих публикациях, статьях и российских, и нероссийских. Я считаю, что говорить о том, что надо всем сделать только три Тесла, это такой немножечко маркетинговый ход. Спасибо. Габар Ходор Шаревич, пожалуйста. Александр Викторович, спасибо за прекрасный доклад. Вот у меня такой вопрос. МРТ изначально предполагалось для пациентов серой зони от двух до десяти. И мы знаем, что в 60% случаях, что у этих пациентов отрицательная биопсия. Вот в данном пациенте, о котором Вы говорили про ПСА-18, Вы считаете, что ему нужно делать МРТ или сразу перейти к биопсии, доказать, что у него клинический значимый рак и выполнить операцию либо лучевую терапию от показаний от результатов биопсии? Как Вы считаете? Как только мы через пять дней получим результат биопсии, пациент придет к нам с вопросом вот таким, что ему делать дальше. Мы хотим в этот момент иметь результаты МРТ и понимать, описана ли там какая-то потенциальная микроэкстрокапсулянная инвазия, микроэнвазия в пузырек, в каком состоянии лимфоузлы. Поэтому я за то, чтобы этому пациенту МРТ до биопсии сделать. Несмотря на то, что, конечно, мы с Вами думаем, что наиболее вероятный рак постата у него есть. Ну, такой длительный период, там, восемь месяцев ожидания, просто ждать столько. Ну, Оксан Викторович имеет в виду, что МРТ нам нужно не только для того, чтобы заподозрить рак предстоятельной железы, чтобы оценить местную распространенность заболевания, даже если у нас есть диагноз, чтобы оценить состояние лимфатических узлов малого таза. Поэтому МРТ, поднимите руки, кто назначает МРТ пациентам, всем перед биопсией. Не все, все, Владимир Ильич. Да, было бы интересно, если бы кто-то, кто не назначает, сказал, почему. Кто не назначает, почему и почему, в чем причина. Нет, ну, приходит, это, считайте, что у пациента сделано. Эту ситуацию, кстати, переломили, она ведь была несколько лет назад совершенно противоположная. То есть биопсия предшествовала МРТ. И вот те ложноположительные результаты, которые мы имели, или, я прошу прощения, его ложноотрицательные по данным МРТ, они просто-напросто, ну, не позволяли адекватно диагностику проводить пациентам. Все мы знаем, что МРТ очень чувствительный метод. И последствия биопсии он очень хорошо улавливает. Поэтому даже вот из этих соображений нужно делать, конечно, сначала МРТ, потом биопсию. Дело в том, что МРТ до 22-го года не входило в клинические рекомендации, да, для ранней диагностики ракопростата, поэтому часто и не делали. Однако я вот могу заметить, что в последнее время я все-таки иногда больше ориентируюсь на данные ультразвукового исследования, потому что у нас вот за последний год прошло несколько человек, когда МРТ дает ПАИРАЦ-1,2, но мы видим по УЗИ небольшой очаг, берем биопсию и получаем там клинический значимый рак. Вот такое наблюдение есть. Мы сейчас по этому поводу готовим статью. То есть около 10 человек за последний год у нас было. После этого мы пересматриваем МРТ данные со специалистами лучевой диагностики, но у них не всегда вот такая интерпретация однозначная, поскольку метод тоже довольно субъективный. Один врач видит, другой врач не видит. Ну, для этого важна оценка контроля качества. Что мы можем сделать только внутри собственного лечебного учреждения? Или искусственный интеллект. Победит, победит, искусственный разум победит. Александр Викторович, спасибо большое.